как бы растворители, можно назвать их условно, растворители. Эти растворители не дают камням образовываться. Моча поддерживается в дисперсном состоянии. Так вот, камни появляются тогда, когда этих растворителей не становится по причине травмы, воспаления и нарушенного обменов веществ. Я на мой взгляд, кто смотрит. Но, когда камни образовались, это всего-навсего значит, что этих растворителей не стало. Куда-то делись. Или воспаление, или травма была, или нарушенного обменов веществ. В нашем классической медицине борьба с камнями заключается в их выведении котелка. Или дробление, или выведение, или операция, или вытянуть, или как-то налить яду в желудок, чтобы он тут растворил весь камень. Ну, таким образом. Когда мы на оборудовании кипятрии предлагаем воздражаться, мы предлагаем вам лучший кровоток, помните, стрелки, те, которые я для желудка рисовал, нервы и хороший иммунитет. Это все для почек, как для желудка. Когда мы даем первое, второе, третье, воспаление уходит, благодаря иммунитету, обмен веществ, благодаря хорошим нервам восстанавливается, последствия травм тоже устраняются. Мы с вами делаем ситуацию, когда вот эти вещества обратно начинают выделяться. Почему такой эффект сегодня? 70-80% камней в почках исчезают. Причем большинство никуда, в никуда. Был камень, не стало камня. Говорю, он у вас выходил? Нет. А куда делся? Не знаю. Почему? Потому что восстанавливается выделение этих веществ, такие диспергенты, и камни просто растворяются. В почках для этого механизм есть, просто болезнь бывает, этот механизм глушит. Когда вы оздоровеете почки, обратно этот механизм работает, камни растворяются. В жестном пузыре точно так же все может происходить, но в жестном пузыре есть одна опасность. Когда мы сильно вознесем, на него камни могут сыпаться в протоки и затыкать их. Ситуация такая непрогнозируемая, можно закончить на операционном столе. Поэтому камни в жестном пузыре мы трогать не рекомендуем, или подкладывать под них что-то... твернут ткань, да. Вопросы по зрению. Как воздействует оборудование? Песок это тоже, что и камни, вот все, как я рассказал. Только еще проще. Температура для почек, смотрите, оговорили мы немножко о желудке, вот рассказывали кишечники. Почкам много, тепла не будет. Вот сколько вы спроможетесь, есть такое слово, да? Сколько заходите, сколько сможете дать. Пояс одели, хоть круглосуточно сидите. Будет только лучше почкам точно. Пейте в это время воду. С сердцем, с сосудами там будет одна особенность. Но я о ней сегодня успел и скажу.